На выставке «Добрый свет» было представлено около 150 творческих работ, созданных мастерицами во время домашнего режима. Стоит отметить, что это первая экспозиция в Центре Вера после пандемии. Конечно, это искусство, конечно, это развитие, это моторика, что в пожилом возрасте хорошо сказывается на здоровье, на организме. И способ познакомиться с новыми людьми, сказать о себе, заявить о себе. То есть вот такое мероприятие интересное, которое затеяли и проводят сотрудники нашего Центра соцразвития. Работы 25 участниц клубов декоративно-прикладного творчества, занимающихся по программе «Активное долголетие», выполнены в различных техниках. Автор текстильных кошек, которые пользовались особой популярностью посетителей Наталья Леонова, не смогла присутствовать на выставке. Но о ее работах рассказала руководитель клуба «Волшебная шкатулочка». Эти коты шикарные, конечно, она очень умеет подобрать ткань красивой, их можно подарить на любой праздник, на день рождения, на Новый год, на 8 марта. И он не только как игрушка, он же как и подушечка, и как игольницу можно его использовать. Татьяна Судаева представила на экспозиции 30 своих объемных картин в технике квилинг. В бумаге мы выражаем свое внешнее, внутреннее чувство, внутренний мир. Гармонично начинаем. Пальчиковая гимнастика, она развивает наш мозг и правые полушарии, которые отвечают за эмоции, воображение, интуицию. Любой посетитель выставки-ярмарки мог приобрести понравившееся ему изделие. «Пока я приобрела себе вот такие летние заколочки, но планирую еще одну картину приобрести, которая мне очень понравилась, и я думаю, что она очень пишется в мой интерьер домашний». Творческое направление – одно из самых востребованных у участниц программы «Активное долголетие». Как говорят сами мастерицы, рукоделие успокаивает и отвлекает от грустных мыслей. Это своего рода медитация, сочетание покоя и созерцания, а также прекрасный способ получить массу положительных эмоций. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.